Московская область выделит городскому округу почти 2 миллиона рублей на уничтожение борщевика сосновского. Растение, которое из кормовой культуры превратилось в устойчиво растущий ядовитый сорняк. Сумма вдвое меньше, чем в прошлом году, но её хватит, чтобы обработать 130 гектаров площадей, засорённых семенами борщевика. Основные площади сосредоточены во Фрянове, Трубине и Огудневе. Конкурс по выбору исполнителей работ объявлен. Дополнительно у руководителя территориального подразделения были запрошены площади, которые ещё необходимо нам будет обработать, которые не вошли в программу. В данном случае мы будем совместными усилиями обсуждать, каким образом мы сможем бороться с ним. И, соответственно, обратимся к нашему замечательному предприятию, это Щёлково-Аграхим, если будет возможность оказать нам помощь в получении дербицида. Щёлково-Аграхим неоднократно помогал администрации в уничтожении борщевика наиболее эффективным химическим способом. 2019 год не станет исключением. У нас есть специалисты и кандидаты науки, доктора наук, которые выезжают в поле, всё осматривают и говорят, что нужно делать такую обработку и такую. Почему? Как патриоты мы готовы всё, и помогать, и проводить консультации. МОЗ «Автодору» поручили выполнить обработку заражённых семенами площадей вдоль полосы отвода дорог. В этих местах образовались заросли борщевика. Все ссылки на то, что очень мало сотрудников, что просят и другие муниципалитеты, честно говоря, меня не устраивают. Потому что мы-то живём на этой территории, и нас интересует то, что здесь, а не то, что соседи. Хотелось бы от Влада Сергея Александровича услышать, какие меры будете предпринимать вы. В данный момент все лоты сформированы, выполнять будет коммерческая организация. Победители мы увидим уже 19 апреля этого года. График и техзадания предоставим администрацию. С этого года ужесточён контроль за бригадами, занятыми уничтожением борщевика. На месте работы их передвижения будут фиксировать при помощи мобильного приложения, подключённого к системе ГЛОНАСС. Серьёзный план работы предстоит выполнить межрайонному Щёлковскому водоканалу. В 2019-2021 годах предусмотрено завершение капитального ремонта водозаборного узла номер 3 на улице Центральной, ВЗУ в посёлке Краснознаменском и на улице Розы-Люксембург. Водоканал продолжит модернизировать как мелкие, так и крупные системы канализования. Станцию Соколовская, примыкающий к ней коллектор от Королёва и ещё один, проходящий по дну Клязьма. Это позволит довести качество подаваемой воды потребителям, соответствующие САНПИНам, с 97 до 99%. Выполнить автоматизацию и диспетизацию водозаборных узлов и насосных станций с 50 до 90%. Конденсационных насосных станций с 20 до 60%. Тормозит развитие водоканала задолженность абонентов за уже оказанные им услуги. На 1 апреля 330 миллионов рублей не перечислили управляющие компании и 184 миллиона прочие потребители. Некоторые цифры с оперативного совещания. Планом развития системы уличного освещения на 2019 год предусмотрена установка 300 опор и светильников на 12 улицах. Это порядка 10 километров. За три года количество работающих уличных фонарей в нашем округе увеличилось почти на полторы тысячи. Светильники устанавливают на новых улицах в городе и подъездных дорогах к участкам, выделенных многодетным семьям сейской местности. Направлены заявки от трех территорий до Щелково-Заговянка-Огуднево на установку 300 опор уличного освещения. Три участка дороги Щелково-Фряново протяженностью 4-9 километра будут обустроены. Один в Гребнево и два в Огуднево. Работы уже на территории Огуднево ведутся, устанавливаются опоры наружного освещения. Кроме основного уличного освещения, внимание уделят и праздничной иллюминации.